это давид ему 5 месяцев гулять с мамой на детской площадке но не в москве где должен был родиться и расти за 14 тысяч километров бой на сайросе 24 февраля 2022 года родители давида полина и денис об эмиграции всерьез никогда не думали полина была на четвертом месяце беременности кровать комната это бесконечное чтение новостей о том что происходит и в этот момент я точно поняла что нам нужно будет уехать из этой страны потому что жить и поддерживать это невозможно я выходила на два протеста 1 24 февраля мы с мужем вышли я уже беременная это было страшно но с другой стороны по-другому нельзя никак и мы жили в центре москвы весь центр москвы это был один большой протест мы вышли кричать невозможно было что но мы шли куда-то где все собираются и возле пушкин где стоит пушкинская площадь как раз таки мы туда вышли скопление народу и тут летят космонавт мне стало так страшно я так испугалась алина и денис решили ехать в австрию просить там политическое убежище купили билеты мая за неделю до вылета алина вышел на свой последний антивоенный одиночный пикет к совету федерации беременную женщину задержали и доставили в полицейский участок у меня приехал защищать один из адвокатов воды инфо потому что всегда арестовывают потом процедура чтобы приехал адвокат и выпустили мы ему сказали что планируем в европу вот уезжать через неделю он такой почему европа вас там не примут такие ну а чё делать россии то мы не будем сидеть он такой в аргентину адвокату в динфо рассказал что любой родившийся в аргентине ребенок получает гражданство и его родители пмж 24 мая денис и полина на седьмом месяце беременности прилетели в бой нас айрес началом войны в украине аргентина превратилась в одну из основных направлений иммиграции для россиян они могут находиться здесь без виз 90 дней по их истечении не так сложно легализоваться самый легкий способ это порождению ребенка именно так поступили родители маленького льва андрей ушаков и алла приголовкина они уехали из россии опасаясь призыва в армию по закону иностранцы родители маленького аргентинца автоматически получают пмж и возможность лучше подать документы на аргентинский паспорт по данным миграционной службы за 2022 год в аргентину въехали десять с половиной тысяч беременных россиянок с ноября 22 по февраль 23 почти 6 тысяч женщин недели разные есть часть которые приезжают примерно на 20 недели чем то есть которые в основном приезжают 35 36 есть некоторые отчаянные которые приезжают на 38 39 для аргентинских врачей прием не говорящих на испанском иностранок это профессиональный вызов редко с россиянками приходится общаться только с помощью google переводчика государственные медицинские учреждения в аргентине принимают сердце иностранцев абсолютно бесплатно с обретом лома дефекута со скандо вене на ультимом сложнее всего когда приходят в последний момент с анализами из россии и в переводе этих анализов совсем другие лабораторные расчеты мерседес соса главный акушерка одного из крупнейших государственных госпиталей бонус айреса ривадавия она говорит что раньше в год у них рожали максимум пара россиянок 2022 пациенток из россии уже было 74 это настоящее испытание для сотрудников одни коллеги восприняли это спокойнее чем другие когда начался массовый наплыв женщин из россии было ой а что мы делать будем сейчас уже привыкли хоть в родильном отделении все равно бывает сложно прямо за мной еще один крупный государственный госпиталь фернандес по его статистике в прошлом году здесь родили 85 россиянок поток очень сильно увеличился концу года в декабре 22 здесь на свет появились 37 детей от родителей которые приехали из россии и это практически половина от общего числа родившихся младенцев полина родила здесь же чуть раньше чем рожать фернандесе стало уже трендом изначально она хотела заключить договор с какой-нибудь платной клиникой но в итоге передумала врачи врачи очень крутые когда я прям уже рожала они собрались это было человек нет человека а вы именно 9 человек бригада муж переводчица то есть они все вместе они спрашивали у переводчица как по-русски говорит давай полина полина с мужем уже получили постоянный вид на жительство в аргентине с гражданством решили подождать пока заняться регистрации и начать платить налоги в бой на сайвесе полина думают далеко не все россиянки которые летят рожать в аргентину большинство не собираются оставаться в стране они хотят аргентинский паспорт чтобы легче перемещаться по миру ну или для будущей мигации в евросоюз или сша и канаду вот что по этому поводу телеканалу сейсинку а не заявила глава миграционной службы аргентины флоренция кореньяна за последние три месяца в страну въехали 5819 женщин которые в данный момент рожают или готовится рожать я повторю мы ничего не имеем против того чтобы люди любых национальностей приезжали жить в аргентину пусть приезжают растят детей вкладывают деньги в аргентину но проблема в том что эти люди приезжают и уезжают они не возвращаются в аргентину и уезжают с паспортом аргентинский паспорт 19 из самых надежных в мире с ним без визы можно въезжать в 171 страну и сделать десятилетнюю визу в сша глава миграционной службы аргентина говорит что большинство россиян через короткое время после родов покидают страну при этом половина из них рожают государственных клиниках за счет аргентинских налогоплательщиков это на фоне очень сложной экономической ситуации в стране за чертой бедности живут порядка 40 процентов аргентинцев за последние пять лет национальная валюта аргентинский песо обесценивалась по отношению к доллару почти в 20 раз годовая инфляция достигла 100 процентов однако россиян это нисколько не пугает экономический кризис для местных означает комфортную жизнь задешево для релакантов тема иммигрантов из россии последние месяцы появляются в аргентинских сми очень часто система здравоохранения на пределе люди месяцами ждут своей очереди не денег на базовые операции и в этом контексте государственное здравоохранение принимает беременных иностранок в данном случае россиянок с бизнесом в котором четверо самых умных берут по 15 тысяч долларов каждый это неприемлемо ведущий имеет ввиду скандал который начался вот с этой статьи в британской газете guardian в ней есть комментарии мигранта из россии кирилла маковеева рассказывает как основал агентство по сопровождению родов ру аргентина только в 2022 году его фирма обслужила сотню беременных россиянок помощь для получения гражданства родителям маленького аргентинца от 3000 долларов есть пакеты для вип-клиентов за 15 тысяч долларов при этом у аргентина продает платные консультации без какой-либо гарантии нет такого понятия агентство по сопровождению родов она не лицензируется потому что то есть нету нет нету за нету обязанности лицензироваться но и она как бы сказать нет такого понятия узнав о существовании подобных услуг и впечатлившись ценами аргентинские журналисты пригласили основателя ру аргентина в прямой эфир если кирилл маковеев с одной клиентки зарабатывает несколько тысяч долларов то какие же он платит налоги сколько ты заработал в прошлом месяце почти 200 с чем-то тысяч песо ну тогда твой бизнес не особо идет не знаю что вы тут думаете 200 тысяч песо это 500 долларов получается только один человек тебя нанял на 500 клиентов я не могу работать ты сам сказал что из-за огромного спроса вынужден был поднять цены а сейчас говоришь что заработал 200 тысяч песо 500 долларов кирилл маковеев не единственный кто благодаря войне в украине особенностью аргентинского закона сделал бизнес на паспортах младенцах сми активно заговорили об этом после скандала в международном аэропорту буйна сайреса и сейса в начале февраля шестерых россиянок на поздних сроках беременности отказались пропустить через границу причина в декларации они назвали целью приезда в аргентину вовсе не роды а туризм видео снято согласие всех присутствующих там еще люди сидят ну в общем мы вот все сидим на полу вот с детьми совсем совсем и хотели депортировать но после вмешательства адвокатов женщинам разрешили въезд гуманитарным причинам сразу после этого беременных россиянок на паспортном контроле стали проверять тщательнее других иностранцев за этими девушками стоит мафия и обогащается на происходящем к счастью федеральный суд уже ведет расследование и мы с ним сотрудничаем глава миграционной службы аргентина флоренция кариньяна рассказала ее подчиненные просили 350 пар из россии и выяснили кто именно и за сколько обещал помочь им по-быстрому обзавестись аргентинским паспортом через рождение ребенка суд открыл дело по которому уже прошли обыски сеньора мы из полиции полиция по итогам обыска в выезды страны запретили четверым подозреваемым двум гражданам россии аргентинцу и женщине гражданством аргентины и казахстана дело возбудили по заявлению россиянки она рассказала полиции что эти люди делают аргентинские документы россиянам на рекордно короткие сроки и берут за это до 35 тысяч долларов расследование по факту массового приезда в аргентину беременнах уже подключились даже агенты министерства внутренней безопасности соединенных штатов люди стали приезжать с деньгами то есть стали приезжать люди с деньгами если до этого ехали люди вроде меня как бы скорее то есть у кого там особо денег не было я не так условно на там предпоследние деньги купили билеты поехали сюда путешествовать такой немножко более авантюрная авантюрный подход сейчас конечно много много людей из тех кого я встречал это люди как нет как бы проблем с деньгами у них есть скорее проблемы с их выводом непосредственно зарплаты помимо на настоящий момент для аргентины достаточно более чем достаточно то чтобы тут жить хорошо не знаю на пару порядков лучше чем местные жители иван афонин в аргентине 5 лет преподает испанский а в прошлом году создал телеграм-чат для приезжающих из россии предпринимателей помогает им познакомиться и обустроиться большинство релакантов еще только присматриваются как недели но некоторые уже при деле как например виталий давай минусе бежу в курске владел там автосервисом за неделю мы продали бизнес мы продали два автомобиля и вылетели почему так быстро как называется экстренная иммиграция если я не ошибаюсь да ну потому что было страшно уж каждый день на нашем самом на нашем доме летают самолеты летают ракеты у нас микрорайончики где мы жили грохнулся ступень она называется отработанная человеку в огород забор поломала виталий женой ребенком прилетели буйнос-айрес в апреле 22-го для легализации наняли адвоката после сбить на жительство по гуманитарным причинам согласие с войной в украине и с политикой российских властей в целом аргентине виталий делает то что умеет лучше всего ремонтирует автомобили и познакомился я с владельцем этого автосервиса он аргентинец на он начал подкидывать много работы соответственно потихонечку я со своим оборудованием перекочевал в этот гараж и мы с ним начали работать можно сказать на равных условиях он мне предложил участвовать в этом бизнесе 50 50 процентов мне предложил этого бизнеса чтобы я здесь у него работал 50 процентов сегодня абсолютно новое явление для буйнос-айреса всевозможные встречи россиян например вечер субботы ирландский паб в центре города из аргентинцев только обслуживающий персонал разговора зубарик всего групп новостей из россии украины впечатлений от первых месяцев новой стране когда вы видите не просто огромный наплыв русских и мне кажется что сейчас еще больше то есть когда я приехала было знаю я не видела в миграционке славянских лиц вообще и я не слышал русской речи но когда я последний раз приходила продлевать прикарию я увидел только одного венесуэльца остальные были русские отдельное течение в нынешнем мощном миграционном потоке из россии в аргентину это представители лгбтк сообщества сотни геев избиянок трансгендерных персон просят здесь убежище многие из них обращаются за помощью к правозащитникам аргентинской федерации лгбт многие из них говорят смотри на улице меня не били но я боюсь что со мною что-то случится что узнают коллеги родственники люди у которых есть дети абсолютно все боятся что у них этих детей отберут у меня мурашки по коже как такое вообще возможно что государство может отобрать детей только за то что ты гей или лесбиянка мариба говорит что с февраля 22 года они завалены кейсами россиян и консультируют до переезда и потом помогают подать документы на статус беженца еще рассказывают что все кто принимает гормональную терапию и терапию привич смогут продолжить ее в аргентине бесплатно а мы написали здесь фалл гбт нам они ответили буквально в течение недели они сказали да мы вас ждем приезжайте то есть они нас очень сильно поддержали это тоже был одним из плюсов в решению в сторону аргентины потому что когда ты знаешь что здесь тебя ждут что здесь тебе помогут там не не материально да но психологически поддержит это очень здорово было светлана родом из республики коми последние годы жила в санкт-петербурге об эмиграции задумывал с года с 2013 когда в россии приняли первый закон о так называемой пропаганде нетрадиционных ценностей сначала войны отъезд резко ускорила а это послужило триггером что все дальше невозможно то есть вот когда напали на украину это такой формат что я не хочу в этом участвовать светлана уже подал документы на статус беженцы ждет пока ее позовут на собеседование параллельно привыкать в свободной аргентине где однополые браки легализованы еще с 2010 года по статистике 100 процентов лгбт к беженцев получают уже в аргентине очень сильно отпустила я себя поймала на мысли что когда ты приезжаешь сюда первый месяц это все равно как приехать в отпуск в европу и в любую свободную страну да ты приезжаешь и даже на тех же геев избе на которых ты здесь видишь которые идут за за ручки тебя каждый такой случай он вызывает дикий восторг а ты просто так а божечки а сейчас этого нет я понимаю что у меня это пропало именно в том плане что для меня это стало нормально и я очень много знакомлюсь с новыми людьми мне стало спокойнее вообще спокойно говорить что я резьбиянка в буйнос-айресе пути всех россиян которые хотят получить аргентинский паспорт ведут сюда в трибуналис здесь находятся суды которые принимают решение по гражданству в чатах беременных уверены что весь процесс занимают ну максимум пару лет хотя на самом деле закон ничего не говорит по этому поводу после скандала в аэропорту глава миграционной службы заявила что цитирую будет беречь аргентинский паспорт а еще лишать россиян которые не живут в стране а национальный реестр лиц заявил что еще не выдал ни одного паспорта россиянам которые приехали в аргентину после начала 2022 года 24 февраля в годовщину начала войны будет асаресе прошли несколько акций поддержку украины среди демонстрантов было много россиян и этнических украинцев которые давно живут в стране последняя крупная волна эмиграции из украины в аргентину произошла после развала советского союза тогда переехали несколько тысяч семей к нам прибывшим из россии они относятся по-разному вот например украинка с плакатом русский вон из аргентина спасибо большое очень приятно спасибо мы боролись с вами против путина выходили на митинге спасибо а манте субатрия другие украинцы наоборот стараются помогать уезжающим от войны россиянам а народом из харькова приехала бонус айрес 21 год назад закончилась здесь школу и университет она преподаватель русского языка для иностранцев и переводчик пока я стараюсь отделять во первых русский язык он как бы не имеет никакого отношения к всему что происходит нам слишком много людей которые говорят по-русски но периодически да мне не хочется его преподавать работа с русскими людьми с одной стороны как бы я хочу помочь людям которые не согласны с данной позиции своей страны и помочь им как-то это все изменить хотя бы переездом в другую страну ну да иногда когда случаются какие-то вещи в харькове или вообще во всей украине дни когда бомбят что-то когда попадают бомбы в детский садик в школы и в общем в такие дни да мне не хочется работать почитать сколько точно россиян приехали в аргентину после 24 февраля пока сложно они продолжают пребывать каждый день уже не только напрямую из россии но и транзитом из армении кыргызстана грузии турции где прожили по несколько месяцев по данным миграционной службы аргентина спустя ровно год после начала вторжения в украину постоянный или временный вид на жительство в стране запросили порядка трех тысяч россиян конце марта стало известно о массовых отказах миграционной службы продлить россиянам туристическое пребывание в стране не предписывается покинуть аргентину в течение 15 дней информацию подтвердили в российском консульстве уезжать россияне не хотят большинство из них надеется оспорить решение миграционной службы